В эфире новости экономики. Я Александр Новиков. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания Финам. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. К сожалению, СМИ иной раз в погоне за вниманием читателя злоупотребляют броскими заголовками в стиле «банкиры предупредили о скором обвале рубля», «назван день, в который рубль обрушится» или что-то вроде этого. Поводом к таким статьям служат, как правило, какие-то новости, иной раз малозначимые. Но сама публикация способна заставить понервничать впечатлительных людей. Поэтому умение анализировать новость, критически относиться к информации, оценивать ее влияние чрезвычайно важно для инвестора. Вот, например, недавно Госдума приняла законопроект, по сути, отменяющий обязательную репатриацию валютной выручки для российских экспортеров, которые попали под западные санкции. Значит ли это, что раз компании теперь не обязаны продавать валютную выручку на рынке, то нас ждет дефицит валютной ликвидности и ослабление рубля. В практике большого влияния эта новость на курс рубля не окажет, хотя бы потому, что на нашу национальную валюту давят самые разные факторы. От политики Центробанка до курса нефти. И эти факторы гораздо важнее, чем смягчение валютного контроля. Сейчас российская валюта, несмотря на высокие цены на нефть из-за бюджетного правила, фактически заперта в коридоре 60-65 рублей за доллар. Таким образом, на практике существует управляемый в этом диапазоне курс, сильно поколебать который может только полная или частичная отмена бюджетного правила. В ближайшее время ждать курс доллара выше 65 рублей не стоит, так как в диапазоне 60-65 рублей за доллар уже заложено много рисков и возможные санкции, и низкая цена на нефть. Отказываться от покупки валюты, конечно, не стоит, тем более, что частный инвестор теперь может покупать ее на валютной секции московской биржи по биржевому курсу, который может быть гораздо выгоднее любого банковского курса. Лучшим решением станет покупка активов, номинированных в валюте, например, акции иностранных компаний или еврооблигации. Валюта – мощный защитный инструмент, однако злоупотреблять им не стоит, как не стоит и впадать в панику от страшных заголовков СМИ. Об экономике на сегодня все. Удачных вам инвестиций!